В рамках фестиваля лицедей мы начинаем работу нашего нового, очень важного для театра проекта, театрально-драматургической лаборатории, театр «Форма содержания». Проект представляет из себя серию читок, текстов современных драматургов, прежде всего драматургов отечественных, русскоязычных, и обсуждение со зрителями этих текстов, вопросы, ответы, размышления. Варианты всегда есть, только прок от них тебе, если ты не почистишься, понимаешь? Вот почистишься, дорогу откроешь, тогда за что-то и берись, а так толку нет совсем. Поговори себе, пусть меня почистили. Пуже. Штука. Что штука? Понимаешь, какая штука, Вадик? За такую штуку, как почистить, надо заплатить. Штуку. Вот такая штука. Автор сегодняшней пьесы Дмитрий Богославский, минский актер, режиссер и замечательный драматург, возможно, многим из вас уже знакомый по спектаклю нашего театра «Любовь людей». Пьеса, которую вы будете слушать сегодня, это последний известный текст Дмитрия. Написана она просто совсем недавно, она написана в 20-м году. Написана она не просто где-то дома за письменным столом, она написана в рамках драматургической лаборатории нарративного театра, который проводил театр «Старый дом». И, в общем, это один из очень важных текстов последних лет, написанных для театра на русском языке. Вот так я на фестивале рок-клуба побывала. Точнее, рядом. Там и кино выступали, и другие. Большая пара у меня замешается. Вы кто за это? Кто вы? Чуть я вам в прошлый раз про Башетон Май распинался, а вы только улыбались. Понравилось мне твое видео, Вадик. Как-то завернуло оно меня в сторонку. Как будто молодость. Рим Михайловна, вы мне на вопрос ответьте, вы кто вы? Рим Михайловна, если подняв руки вверх, как бы пугали. КГБ. Страшно. Пьеса под названием «Катапульта», которую вы будете сегодня слушать, это размышление, скорее, такое о сегодняшнем герое-мужчине. Размышление очень сложное, очень смутное, очень такое метущееся, потому что таков и сегодняшний герой, 40-летний человек, рожденный в СССР, живший в России одной, сейчас живущий в России совсем другой, человек потерянный, человек не понимающий, куда он движется, зачем он живет. Давай с тобой поговорим. Сиди ты, господи, чародейка Валентинка. А что он? Да ничего. Наверное, же надо одному быть, а то еще и с тебя с глаз спадет. Так ты себе нового мужика найдешь, жить начнешь по человеческим, дай бог. Улыбаюсь оба. Так ты что приехал? Я поездила, привезла. Ваня достает из сумки контейнер, небольшое полотенце, приборы, расклады. Думаешь, Узо Микаловна Вилка нет? Спасибо, вы сказали. Спасибо, Ваня. Честное слово, спасибо. Супер-мега актуально, это просто в десятку. Я просто увидела, переживала, знакомые какие-то всплывали, друзья, где-то моя жизнь. Это просто мозга, просто то, что такое могут показывать, про сегодня. И вот в таком, невероятном, просто ключе, насколько все продумано. Эти диалоги, литафоры, это потрясающе. Очень здорово, что это не как именно, вот, недавно были в театре, и там и декорации, и постановка, и все остальное. А это именно все на словах, и ты сам это себе представляешь. И просто видишь героев, их образы, и это очень здорово. Большое спасибо.